Добрый день! Край, в котором мы живем, отличается необычной красотой, загадочной мир насекомых, лавухание, разнотравных клубов, прохлада, свежесть лесных массивов. Мы любим выезжать в лес на экскурсии, практические занятия, пройдить по весным тропинкам, открывая для себя новые виды растений и животных. Красоту природы очень трудно передать через рисунок или фотографию, поэтому мы решили создать экологическую тропу, чтобы как можно больше школьников смогли расширить свои знания о природе родного края. Создавая тропу, мы преследуем еще следующую цель – воспитание экологически грамотного человека. Задача тропы – дать природоохранные знания и умения учащихся в школе, воспитать любовь к природе, школе, селу, малой родине, а также сформировать личную ответственность у учащихся за сохранение природных объектов, привлечь школьников к участию в различных акциях, олимпиадах, конкурсах экологической направленности. При разработке тропы мы соблюдали необходимые требования. Маршрут тропы соответствует ее назначению. Тропа расположена в доступной для посещения местности. Маршрут проложен по изученной и сложившейся дорожной сети. Тропа несет информационную нагрузку. Маршрут учебно-экологической тропы не должен быть более двух километров. Учебно-экологическая тропа должна стать действующей, работающей и читаемой книгой природы, где от экскурсии к экскурсии, от остановки к остановке, как от страницы к странице учащиеся смогут познавать тайны природы, видеть чудеса, происходящие в ней, а также проникать с огромной любовью и восхищением. Продвиженность тропы составляет 1600 метров. Время прохождения – полтора часа. Оптимальное число экскурсантов – 15 человек. Возраст учащихся – от 5 до 10 классов. В зависимости от возраста учащихся, изменяются цели, задачи тропы, содержание, рассказа и глубина раскрытия темы. Учебная тропа в своем начальном пункте на каждой остановке оборудована информационными щитами с подробным планом тропы, а также описанием растений, природных достопримечательностей и взаимоотношениях человека и природы. Работа по подготовке и созданию учебной экологической тропы проходила в несколько этапов. Организационный – изучение участка природы, знакомство с перворазнообразием, составление каталога редких и исчезающих видов растений, животных данной местности. На данном этапе нам оказали большую помощь специалисты из Дворца творчества и спорта «Пионер». Второй этап – теоретический, обработка информации, составление маршрутов, а также написание подробного плана с нанесением всех остановок. В работе над этим этапом были вовлечены специалисты Амутинского лесхоза. Практически функционировали. Были проведены обучающие экскурсии со специалистами и участниками школьного лесничества. Малый пёстрый дядь считается самым маленьким видом дяд. Отличительный человек является отсутствие красного грудна под хвостом. Живёт в смешанных и листовых лесах. Иногда обитает в парках и садах. Питается насеком, которых добывает в деревьях. Обозначает свою территорию округом дроби. С натурением холодов нередко организуется старик с другими представителями. С виристей. Эту птичку можно узнать и по забавному розовому холоху на голове. Она обитает в тайге и тундрах. Эти птицы ведут кочевой образ жизни. Домовой воробей. Одна из самых известных птиц, обитающих по соседству с человеком. Её образ жизни очень связан с человеком. Основной пищей служат семена, ягоды, садах виноградик и пищевые отходы, которые оставляют человек. Если поблизости нет формы, он летит, кормится в поля и лугах. Синица. Их уйдёт, узнает даже в данную фотографию. Из-за ярко-жёлтого брюшка. Стоит только появиться первым лучам солнца, ещё в феврале, и синица обовещает людей о прибытии весны. Данный вид является спутником человека. Синица летает в лесах, парках и больших городов. Летнее время предпочитает насекомых и паучков. Если добраться много терпения, то можно приучить птицу есть и злобу. Боба в весе достигает от 20 до 25 килограмм. Богатыри могут весить до 45 килограмм. В длину достигают до 1 метра 20 сантиметров. 15-20 сантиметров занимает его хвост, с помощью которого он может утрамбовывать глину, а также он регулирует с этим хвостом глубину погружения. Задние лапы с перепонками между пальцев позволяют развивать скорость под водой до 10 километров в час. Передними руками он может носить глину и ветки. Зубы растут в течение всей жизни. Если их не стачат, то они вырастут до огромных размеров. Видеть под водой ему позволяет полностью прозрачные веки. Бобры строят свои хатки и зимуют в них ночью. Питаются они твердой пищей, поэтому уже с двух недель бобры способны переваривать твердую пищу и жевать. Также бобры верны с плутники. До двух лет младенцы находятся со своей матерью, после чего отправляются в скитание, где находят свою папу и начинают строить хатку. Также у бобра на большом пальце есть специальное разделение, с помощью которого он ухаживает за своей густой шерстью. Его шерсть не намокает благодаря специальной маскинодистой жидкости, которую вырабатывает сам бобок. Также его подкожный жид защищает его от холода и морозов. На земле семья проживает от одного до десяти модернизм и пионов, особенно в морозове. Для каждого живущего человека приходится примерно по одному виду этих сосудов, а общая масса примерно равняется общей массой людей. История морозовника вычитывается с того, что морозоверка так много лет. Самка сыпь, после полета умирая, а самка обломает клинике и еще обломает. Сначала жизнь у него погода, или погода. С помощью шеры, уже не нужным сглаживанием, самка выживает. Часто ей этого не хватает, и она считает почти все свои яйца, то есть она же ее подходит. В результате чего вынесли только два или три рабочих опусков. Обычно в своей жизни самки 20 лет. Муравей, где молодые самки изменяют ставок, может писать на одном и том же месте более 100 лет. Муравей, чем муравей, трудятся на протяжении семья. В этом мире они из-за привык, двое, 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 выращивая куколок, находятся и делают много работы. Сейчас запрограммировано мунике, мунице. Маленькие муравьи, которые 40 дней после своего рождения, не были нахождены. Через миллион лет, великие, высокие муравьи, 90-х, свертанных, а из них это же и наверх. Так обеспечивается стабильная влажность или жир в местах. Поэтому группа муравей остается сухим после рождения, и ее-то не присылает. Оригинально решают муравьи проблему разогрева муравейника после зимы. Который начинает муравьи с муравейника, раскладывается вверх. Его жители уползают на поверхность и начинают принимать зодушные кладки. В общем, температура тела муравьи начинает смотиться. Квощ полевой. Многолетнее травянистое растение. Высотой примерно 40 сантиметров. Растет на лугах, полях и опушках. Подседная часть растения, корневище, на нем растут клубни, в которых содержится крахмал. В древности считалось, возможно, считалось, что вы использовали в еду, потому что в сосудах были найдены клубни. Также это лекарственные растения, которые помогают восстановить кровообращение. Надземные побеги бывают двух видов. Это весенние и летние. Весенние побеги бурые, а летние побеги зеленые. Весенние побеги развиваются и раскрываются рано весной. После полного раскрытия весенние побеги рассыпаются, вянут и умирают. А на их местах летние побеги возрастают и растут новые жизни. Хвощи полные и папоротники очень древние растения, поэтому у нас сохранились древние остатки. Я хочу представить вам краснокнижников. Это растения, занесенные в Красную книгу, но которые также встречаются на территории нашего Амутинского района. Вот, например, люпка гулистная. Люпка гулистная называют их многолетних клубнивых растений, которые относятся к семейству архивные. Наушное название этого растения происходит от двух слов. Широкий и пыльцевой мешок. А вот русское название этой травы связано с тем, что раньше из корней этого растения готовили любовной стадии природные зелья. Это рыжник. И рыжник, фото которого вы можете видеть, также относится к семейству архивных. На русский язык название переводится как «яичко». Такое странное название связано с внешним видом клубни растения. Лиля кудревата. Лиля кудревата не оставит никого равнодушным. Он отличается своей красотой, изяществом. И в этих краснокнижниках в нашей местности также отличаются. Прострел желтеющий, ирис сибирский, и глиса. Мишанка крупноцветная. Осина является деревом, которое торжит от любого дуновения ветра. Многие объясняют это по-разному. Ватыши объясняют это тем, что рядом с осиной разгуливает вея мата. Это аналог русской мариены воплощения смерти зимы. Восточные славяне называют осину чертовым деревом. И считают, что под ней вьются черти. Из-за этого в прибалтийских народах было запрещено во время грозы прятаться под осину. Потому что считали, что бог Грома будет гулять именно в нее прячущую черта. В христианской мифологии считается, что осина до сих пор содрогается от ужаса, вспоминая о распятии. Также из осины делают осиновые колышки, которые используют против нежити. Так как считают, что нежить можно уничтожить только проклятым деревом. А проклятым деревом ее считают из-за того, что в Дома Завете было сказано, что именно на осине повесился иудоискариот. А на самом деле осина дрожит из-за того, что это дерево быстрорастущее, и оно обычно первым делом заселяет выгоревшие места. Никто не может защитить осину, и из-за ее парусности ветер бы легко ее сломал. Но природа наделила ее особой гибкостью, из-за которой она лишь дрожит. Шиповник представляет собой куст, высота которого может достигать до двух метров. Листья шиповника имеют подоглеватую форму. В мае по июнь начинается цветение растений, и куст покрывается множеством благоухающих цветов. В начале осени он уже осыпается ягодами. И эти ягоды надо собирать до природа замерзания, иначе мало будет витаминов из них получено. Плоды жизни именно так в народе называют ягоды шиповника, из-за огромного содержания в них витаминов. Шиповником лечат еще различные заболевания. Первые полезные свойства были описаны Демнигеческим, Евсеевским воспитателем, Лицом Ботаники в IV веке. Теопрасно. После того, как он открыл полезные свойства, эти различные заболевания лечат настойкой, маслом, а также отварами из данного шиповника. Лицом Ботаники также помогает избавляться простудой, а также помогает оздоравливать среди судистую систему. В XVII веке его использовали для лечения раненых в больнице с твойками. Его перегоняли с водой, наносили на повязки, потом эти повязки наживали на раненых. Потом он не использовался, пока не успел в лимка, естественно, где вспомнили о нем. В дальнейшем современные ученые открыли бактерицидные свойства этих растений, которое помогало лечить кожные заболевания. У славянских нотов шиповник был символом молодости и любви красоты. Шиповник содержит до 14% витамина С, что порядком больше, чем смородина. А витамин С, как правило, влияет на иммунную систему. Также в нем содержатся витамины группы В, которые определяют процессы роста и развития, которые поддерживают оптимальную работу сердца, нервной системы. Ну и есть витамин В2, который очень влияет на синтез эритроцитов, антител и преподуктивные функции и оптимальная работа щитовидной железы. Все. Добрый день. Хочу вас познакомить с русской красавицей Березой. Своё название она получила от древнеславянской богини-берегини. Высота ее достигает до 20 метров. Также длина ствола составляет 150 сантиметров. Цветы собраны в соцветии сережков. Семена легкие и достаточно далеко распространяются ветром. Также береза принимает активное участие в медицине. Ее почки и листья играют особенную роль. И также деготь, который очень полезен для организма. Лишайники это организмы, которые объединяют в себя представителей грибов. Это грибы и водоросли. От грибов у них есть кифы, а водоросли помогают им фотосинтезировать и добывать органические вещества. Также лишайники делятся на три типа. Это нагибные, листоватые и кустистые. Лишайники они пионеруют. И когда только начинают например какой-то остров есть, который не заселен ничем, там нет ни растений, ни животных и они помогают размягчить вот эту почку, чтобы потом уже там стали расти растения и появились животные. Также есть еще лишайники, также лишайники они еще могут служить кормом, например для северных оленей. Северные оленей поедают лишайники в периоды жесткой зимы до 80% и они помогают им обеспечить организм питательными веществами. Также есть еще мхи. Мхи размножаются в каменно-жидкой среде и когда вот пройдет дождь, то уже через год могут появиться новые лишайники на них например кукушки мьен на них будут созревать коробочки и потом когда супор высыпется у нас появятся новые лишайники новые хи мхи 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 мхи